Еще одно уголовное дело заведено по факту ограбления банка в Могилеве. Статья «Разбой с применением огнестрельного оружия». Об этом сегодня сообщил глава Следственного комитета Иван Носкевич, который находится в регионе. Первое дело, которое возбудили сразу после инцидента, связано с захватом заложников. Напомню, нападение на отделение Беларусьбанка произошло в начале прошлой недели. По материалам следствия, гражданин России, угрожая пистолетом, забрал деньги из кассы, силой удерживая пятерых сотрудников банка. Позже, при попытке скрыться, началась перестрелка. Грабителя ранили в ногу, после чего задержали. Мы вменяем виновному лицу совокупность преступлений, разбой и захват заложников. Будет ли еще какая-то иная квалификация его действия, это зависит от того, какие результаты назначенные экспертизу мы получим. В первую очередь, судебно-баллистической экспертизы. То есть, это будет зависеть от того, что за оружие он применял. Боевое, не боевое, какими он там патронами стрелял и тому подобное. Я должен сказать, что в настоящий момент какой-либо сложности в расследовании это дело не представляет. Несмотря на то, что виновное лицо пока не дает показаний, у нас уже целый комплекс доказательств, благодаря которым мы, я думаю, в достаточно короткий срок закончим расследование по делу, направим его в суд. Прокомментировал глава Следственного комитета и другие резонансные дела. В частности, гибель детей под обломками долгостроя. Следствию предстоит установить виновных среди фигурантов владелец стройки и чиновники горосполкома, которых подозревают в служебной халатности. Продолжение следует...